Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас в гостях у передачи «Файфоклок» заместитель министра иностранных дел, ректор дипломатической академии профессор Хафиз Пашаев. Хафиз Мэлем, вы заместитель министра иностранных дел и одновременно ректор дипломатической академии. Но кем вы себя больше ощущаете? Высокопоставленным чиновником или руководителем учебного заведения? — Определенно руководителем учебного заведения, потому что в первую очередь в титуле замминистра есть что-то несовершенное, незавершенное. Поэтому ректор — это работа, которая мне и по душе, и название мне нравится. — Азумен, а что себе представляет дипломатическая академия? Это обычный гуманитарный вуз или специализированная кузница дипломатов? Кто ваши студенты, кто вас преподает? — И то, и другое. Я вам скажу, что когда это учебное заведение создавалось, в первую очередь, конечно, имелось в виду, что оно поможет развитию способностей наших дипломатов. Вы знаете, что дипломатическая служба Азербайджана очень интенсивно и очень быстро растет. И поэтому вопрос подготовки кадров стал очень серьезным. Известные цифры. В 2004 году у нас было порядка 30 представительств, а сейчас у нас около 70. Поэтому вопрос подготовки кадров и обеспечения рабочих мест наших представительств за рубежом — очень важный вопрос. И, кстати, это важный вопрос только также для нашего самого министерства. Потому что, естественно, мы должны обеспечивать тот уровень готовности, который бы обеспечивал нам соответствующий стиль работы, уровень работы, все, что связано с международной политикой Азербайджана. Поэтому первоочередное было, конечно, начать немедленно, практически то, что называется тренинг программы. По-русски это, если перевести это, курс усовершенствования, повышение квалификации. Но потом, поскольку в этом процессе мы увидели, что уровень молодых кадров во многом, и это, естественно, связано с тем, откуда они приходят, с каких университетов, то, естественно, мы как бы расширили наши цели. И мы решили, что надо сделать новый университет. Университет, который даже не ограничится только дипломатической сферой, а будет более широкой. И мы это определили, но с этим как раз возникли новые трудности для нас. Но мы этим занимаемся сейчас. А ваш университет, он принимает на стадии бакалавратуры, или только люди с высшим образованием могут прийти к вам? Мы начали с магистратуры. Первый класс, 22 человека, мы приняли в прошлом году. И в этом году они уже проходят второй год обучения. Начнут уже в сентябре. И второй класс, как бы на первый курс магистратуры мы приняли в этом году тоже. Это уже порядка 30 человек. Но мы, как я сказал, мы расширяем свою сферу деятельности. И мы с будущего года планируем принимать уже бакалавриатуру. То есть уже молодых людей, окончивших уже школу тоже. Возьмем, мои знакомые, когда я сказал, что вы любезно согласились принять участие в нашей передаче, они спрашивали меня, задавали такой вопрос, а будут ли обеспечены работы выпускники дипломатической академии? То есть является ли обучением дипломатической академии гарантией того, что выпускник будет работать потом во внешнеполитическом ведомстве? Вы знаете, сейчас ситуация в Азербайджане такая, что, вы сами видите, очень интенсивно все развивается. Поэтому кадры востребованы. Если даже мы не будем гарантировать, что мы вас обеспечим работать, но если мы будем гарантировать уровень, который они возьмут с собой после окончания нашего учебного заведения, мне кажется, это само собой будет достаточно хорошей гарантией. Но, естественно, как бы выбирая модель университета, мы исходили из опыта лучших университетов Запада и Востока. И, как бы, обеспечение и гарантия обеспечения работы студентов также стало нашей заботой. Для этой цели, как и в других университетах, мы создали специальный, то, что называется, Career Development, как бы, группа. Специальная группа есть у нас, которая занимается, как бы, с самого первого курса уже обеспечением будущих студентов, будущих выпускников работой. То есть это относится и к рекламе, это относится и к тому, чтобы вовремя, как бы, представить возможности наших студентов. Это относится и к обеспечению информацией наших же студентов, какие возможности есть в стране, где они могут работать. Поэтому тут Career Management для нас очень важная часть работы. Мы думаем, что вот в этом, как бы, дефиците кадров у нас не будет проблем с обеспечением работы студентов. Я тоже на это надеюсь. Хафизмам, я думаю, что нельзя беседовать с Хафизмом Пашаевым и не затронуть тему Соединения Учтатов, потому что вы были первым послом Азербайджана в этой стране. Как получилось, что ученый, физик, доктор наук и вдруг стал дипломатом, стал послом, причем сразу в столице сверхдержавы? Я вам встречный вопрос задам. Ожидали ли распад Советского Союза, так быстрый распад Советского Союза? Нет, конечно. Ну, это такой же, как бы, такого же класса вопрос. Неожиданно. Никто ничего не ожидал. Я никогда, конечно, не мог вообразить, что я буду послом, тем более в Америке. но, как бы, реальности жизни. С одной стороны, как я сказал, как бы, Азербайджан стал независимым, и необходимы были кадры. С другой стороны, мой опыт прежней работы, научной работы в Америке, как бы, очень сильно способствовал тому, чтобы я был выбран. То, что вы, будучи ученым, вы, по-моему, работали, да, по научной линии находились в Соединенных Штатах. То есть, Соединенные Штаты не были для вас неведомой страной. Явилось ли это обстоятельство решающим, когда вы согласились? Да, я это имею в виду, сказав, что, как бы, мой опыт прежней деятельности как научный работник в Америке. Я первый раз был в Америке в 75-м году. Я жил там один год и работал в Калифорнинском университете. А потом уже использовал те налаженные связи, чтобы время от времени ездить туда, как бы, для проведения научных исследований. Взиман, в советское время люди, побывавшие на Западе, особенно в Соединенных Штатах, рассказывали, что первым впечатлением, которое они ощущали, вступив на Землю, это был шок. А какие ваши были ощущения, когда вы впервые попали в США? Ну, тоже шок. Это был нот. Шок был это в 75-м году. Я был молодой. Был шок, конечно, естественно. Но я знал, много читал про Америку. Я, первое, что привлекало для меня вот в Америке, это, конечно, музыкальная культура. Джаз. Джаз, который я со школьных еще лет очень любил, очень много интересовался, смотрел, и следил, слушал радио. Ну, и, кстати, как бы прежний опыт всегда как-то в какой-то новой форме проявляется. Я был очень счастлив, когда меня, это было, по-моему, где-то 2002 или 2003, 2002 год, я думаю, когда меня «Голос Америки» пригласил на вечер памяти Виллеса Ханновера. Это человек, который легенда в десятилетие ввел так называемый «Час джаза» в «Голос Америки». И потом я там же был интервьюирован американским писателем, который позднее написал книгу про Виллеса Ханновера и моя цитата там есть тоже. Я очень рад, что мое имя каким-то способом как бы связалось с именем Виллеса Ханновера. Когда вы меня любезно принимали в посольстве, в нашем посольстве в Вашингтоне, это было несколько лет назад, вы еще тогда работали там в качестве посла, вы рассказывали, что у вас огромная коллекция пластинок джазовых и что для того, чтобы их слушать, вы даже приобрели то ли граммофон, то ли патифон, да? Как вам удалось достать эти чудо техники? Да, вы знаете, тогда еще вот в 75-м году я собрал какую-то коллекцию этих пластинок и с тех пор вот сказать вам честно, я их не слушал, потому что, ну, во-первых, техника стала другой, но, конечно, ностальгия по граммофону. Однажды я в Америке в каком-то магазине увидел такой сделанный под старину проигрыватель. С рупором таким, да? Не-не, не с рупором, он такой был, он внешне под старину был сделан, но там напичком был довольно современными вещами, типа кассетник, DVD и так далее. Вот я его купил тогда и привез оттуда. И сейчас иногда имею возможность использовать свои пластинки. То есть, джазу вы не изменили? Нет, конечно, как можно изменить джазу? А возьмем Соединенные Штаты Америки великая страна, великая держава, самая мощная экономика в мире. Азербайджан по численности и по территории скромная страна. О различиях между нашими странами мы знаем. Но есть ли что-то, в чем схожи наши народы, наши страны? Народы, если рассматривать народы, большая или маленькая страна, нет, для меня нет большой разницы. устремления, желания, естественные потребности у людей везде одинаковые. Поэтому я большой разницы в этом не вижу. Вот, скажем, то, что я увидел, как американцы гордятся своей страной, я вижу то же самое в Азербайджане. Азербайджанцы очень горды тем, что мы теперь независимы и как бы многие очень как бы возбуждены сознанием того, что можно сделать, чтобы эта независимость укреплялась и чтобы мы стали в ряду тех стран, которым завидуют. Знаете, едешь, когда какие-то страны, видишь что-то такое и всегда невольное соображение, почему у нас так нельзя сделать. Мне кажется, что вот у нас есть наших стремлений к тому, чтобы это случилось. Азербайджанцы естественно, да, я во многих местах говорил, что эта книга начиналась с названия. Именно как бы во-первых, красивое название, во-вторых, дань отцу, естественно, каждый хочет как-то вернуть что-то отцу. Никогда я не представлял себе, что я напишу книгу. Вообще, я очень был далек от того, чтобы писать книги. Но сознание, опять же, сознание того, что тот опыт, который у меня был в Америке, сознание того, что это должно в какой-то форме остаться. И если я не напишу, то это все останется, может быть, в сухих отчетах посольства в министерство и в каких-то газетных статьях. Но сознание того, что именно я только могу это сделать, как бы заставило меня взяться за эту работу. Очень трудно это писать. Я всегда преклоняюсь перед любым писателем, даже плохим. И, кстати, я очень настаиваю сейчас, используя свое служебное положение, чтобы наши послы в других странах то же самое делали. Наши студенты, помимо учебников, помимо официально используемых литератур, чтобы наши студенты имели возможность перенимать опыт, ознакомиться с тем, как все становилось, как наша дипломатия становилась. Будь то маленькая страна, большая страна, всегда есть нюансы, которые помогают в обучении дипломата. Кстати, вот эту книгу мы используем, и каждая новая группа, которая поступает к нам на учебу, она получает по экземпляру этой книги, я специально держу книги у себя, и вот по тем вопросам, которые возникают у них, прочитавшие эту книгу, я уже для себя могу оценивать уровень даже студентов, и их интересы, так что это как все не все может быть, но многое случайно случается сейчас после распада Советского Союза, это тоже как бы мое писательство, тоже это случайная вещь, хотя я должен сказать, что вот про другую книгу мою, которую написал как бы в 2006 году, на английском языке изданной в Нью-Йорке, мало кто конечно знает в обществе, но она очень для меня тоже дорога тем, что она документировала мою деятельность и нашу борьбу Азербайджана в установлении Азербайджана на политической карте мира, в такой стране как Америка, вы знаете, это было очень важно, и эта книга называется Racing Up Hill, то есть тяжелое восхождение в гору, ну, такое название, оно двоякость, двоякость, потому что Hill по-английски в Америке, в Вашингтоне обозначает Конгресс, поскольку наша вся борьба шла в основном в Конгрессе, поэтому все, что там собрано, она, мне кажется, будет ценным материалом для будущих наших дипломатов, студентов. Азербайджан, поскольку вы затронули тему Конгресса, я хотел бы задать такой вопрос, вот, из вашей книги я почерпнул очень много интересного и странного для меня, в частности, вы описываете такой факт, что, оказывается, многие конгрессмены, которые голосовали за печально известную 907-ю поправку, оказывается, даже не знали, где находится Азербайджан, и не могли показать его на карте. Как такое может быть в самой, как считается, демократической стороне мира? Это парадокс. Парадокс заключается в том, что именно демократия создает, американская демократия создает такие условия. Конечно, это нонсенс, конечно, как бы очевидного инструмента борьбы с этим нет, кроме того, чтобы себя утвердить в Америке. Знаете, мы говорим о коррупции часто. Это тоже форма коррупции, на мой взгляд, который узаконен, потому что решения, которые принимаются в Конгрессах, иногда очень сильно определяются не интересами самой Америки, а интересами каких-то малых групп, населяющих Америку. В нашем случае это, конечно, армянская диаспора. Но есть другие группы, есть, конечно, греческая группа, есть еврейская лобби, есть польская. Но по мере того, как меняется ситуация в мире, активность этих групп тоже меняется. Например, сейчас, раньше польская диаспора была очень активна. Сейчас, поскольку Польша более-менее обеспечила себе место в западном мире и в смысле безопасности она себя чувствует намного комфортабельнее, чем прежде, то активность этого лобби уже очень сильно снизилась. Уже нет необходимости лоббировать в Конгрессе, чтобы получать помощь, получать поддержку, политическую поддержку из Конгресса от Америки. Но в нашем случае мне кажется, что это будет продолжаться еще долго. Поскольку у нас я не предвижу, что мы сумеем и это наверное неправильно сказать, что мы должны создавать диаспору. Диаспора создается сама по себе. но ожидать, что мы будем иметь мощную диаспору, которая будет способствовать. Но обязательно в этом направлении надо работать. И уже конечно ситуация отличается от того, что мы имели прежде, как небо и земля. Если раньше скажем не один человек на языке страны, я не имею ввиду только английский, но манеры по содержанию и по знанию, чтобы могли встать в оппозицию армянским апологетам армянства, сейчас уже ситуация другая. Сейчас например не все, что говорится армянами воспринимается как правда. и самый последний пример то, что до сих пор не могут утвердить посла в Азербайджан это тоже чистой воды как бы издержки демократии. Издержки американской демократии. Вот мне кажется, что мы должны ну уже конечно наша общественность тоже уже много знает об американской демократии, об американском политическом устройстве мы уже более трезво и без эмоций. Я хочу вспомнить, что когда я приезжал в отпуск в первые годы когда я там работал любой таксист нападал на меня что что за страна в которой ты работаешь что они не могут понять что здесь мы подвержены агрессии в то же время нас осуждает это пресловутая девятьсот седьмая статья сейчас этого уже нет это хороший знак вы знаете сейчас уже более на профессиональном уровне наше общество готово представить себя и готово защищать интересы эмоции хорошая вещь но с Америкой это не проходит вот вы сами сказали что вступает в противоречие интереса Америки с определенным интересом определенных групп то есть и вы подчеркивали что в отличие от других стран внешнюю политику в Соединенных Штатах определяет не не только и не столько внешнеполитическое ведомство и руководитель исполнительной власти в лице президента сколько Конгресс США а что сами американские политики думают о таком парадоксальном явлении ну много критики вы можете найти в самой Америке этой ситуации очень много но знаете интересно что когда тот кто критикует не будучи членом Конгресса и если он позднее становится членом Конгресса уже его критика меняется уже как бы личная заинтересованность быть переизбранным уже превалирует над тем что диктует американские интересы но опять же не забывайте что что называть американским интересом если скажем ужасно грозит Америке конечно это будет как бы играть первостепенного кстати вот 2001 году когда 11 сентября случилось в Америке поскольку это была катастрофа общенационального размера масштаба вот тогда и впервые 907 статья была приостановлена потому что Азербайджан мог способствовать каким-то образом обеспечению безопасности Америки вот вот это соотношение соотношение интересов есть как бы интересы отдельных групп есть интересы Америки вот конечно мы не должны ожидать что какая-то новая катастрофа произойдет чтобы отменить полностью эту 907 статью но это символическая вещь для нас сейчас то есть оно не работает она не работала и знаете я вам скажу первые годы нам чрезвычайно важно было иметь и моральную и политическую и финансовую помощь от Америки вы помните 92 93 94 95 годы когда у нас было катастрофическое состояние экономики и когда все остальные республики бывшего союза получали помощь и это очень сильно стимулировало все один пример я вам скажу мы не могли получить помощь от Америки для печатания учебников английского языка это было парадоксально вроде бы Америка должна быть заинтересована чтобы английский язык изучался в Азербайджане и в то же время английское американское правительство не могло дать на эти цели ни копейки ни цента но потом конечно вот это то что Азербайджан стал более узнаваем более как бы приемлемый и постепенно интересы Америки и интересы Азербайджана стали совпадать вот этот запрет стал постепенно терять смысл не только терять смысл по частям он на определенные сферы стал неработающим неликим как бы как это называется это как бы отрезался от закона в какой-то кусок например нам не разрешали получать финансовую поддержку для строительства Бакутблиси Джейган из Экзимбанка американского Экзимбанка вот когда всем стало ясно что это и политический и экономически очень выгодный проект тогда как бы Конгресс специальным своим решением извлек как бы сферу Экзимбанка из этого закона и так постепенно гуманитарную помощь в первую очередь как бы разрешили но позднее когда Азербайджан стал уже самодостаточной страной уже нам и не нужна была эта помощь но опять же символическое значение существования до сих пор очень отрицательно сказывается Азербайджан лоббизм лоббистская деятельность в Америке что это это узаконенная форма взяточничества или это какая-то какой-то ноу-хау демократии я не сказал бы форма взяточничества но это вот система политическая система так устроена с одной стороны что такое демократия демократия это система при которой каждый голос каждого будет услышан каждый имеет возможность представить свое видение свое желание и требовать потом чтобы его избиратель то есть его избранный избранный им член конгресса проводил его политику его желание в жизнь например если ну если скажем по соседству какую-то дорогу проводит если он недоволен он имеет право через своего конгресса выразить протест это как бы но система выборов настолько коррумпирована как бы денежным вкладом избирателя в копилку кандидата что уже это конечно признается в самой Америке не случайно что несколько попыток уже было изменения системы выборов в Америке например известный проект Маккейн Файнголд это лет 10 назад уже они представили законопроект по которому роль денег несколько снизилась бы но до сих пор они не могут провести этот законопроект этот закон так что остался он уже Файнголд уже ушел с сената Маккейн еще остается но я хочу сказать что это в самом обществе признается признается что как бы две вещи роль финансов в выборе в выборном процессе и как следствие роль малых этнических групп в проведении политики Америки кто платит тот из заказанных музык ну да оно это эффективно так получается но вы знаете Америка большая страна это для нас кажется что катастрофа какая-то группа действует против интереса Америки но Америка такая большая страна что эти маленькие как бы недочеты я бы сказал не очень влияют на общее полагание Америки я и говорю когда что-то случается очень большое тогда только может быть реальный пересмотр ситуации демократии демократии с учетом истории традиции культуры менталитета и так далее вы в своей книге я вот заметил обратил на это внимание употребили такой термин демократия твердой руки что это такое ну вот это как бы в зависимости от стадии развития каждой страны мне кажется что сама страна должна выбирать ту форму которая ей соответствует знаете демократия это тоже вот догма вы сказали вот оба утверждения ваши верны демократия догма но она помогает развитию она помогает развитию общества и ну в один день вести демократию например невозможно кстати я если вы внимательно читали мою книгу в одном месте я сравнил как бы политику Буша с политикой Брежнева и когда вы помните СССР получил очень большие дивиденды от тюменской нефти и очень как бы стал агрессивным в смысле желание распространять коммунизм по всему миру и тогда помните вы не караугу помогали и везде как бы вы могли экспортировали социализм ну с идеей что коммунизм это будущее человечества само по себе как бы идея коммунизма она очень привлекательная идея но как ее претворять как к этому идти через как бы насаждение так же Буш когда значит вот с Ираком а потом Афганистаном они как бы оправдывали это тем что если в этих странах мы установим демократию то им будет хорошо и всему миру будет хорошо это красивая идея но эффективно что получилось страна которая имела все таки стабильное состояние Ирак она сейчас в хаосе она но неизвестно как еще будут развиваться события и так же скажем как бы утопическое желание построить демократию в такой стране как Афганистан тоже поэтому в наших реалиях то что как бы написано в книге мне кажется что отражает ту мысль за которую вы пропагандируете что каждая страна должна иметь свой путь демократия это направление к ней надо идти но каким образом как это уже выбор самой страны самого народа поэтому спекуляции много но надо же страну вести надо же страну устанавливать мне кажется что не надо поддаваться спекуляции то есть помимо красивых лозунгов есть еще реальная жизнь конечно мне кажется что вот то что мы делаем в нашем университете как бы хороший пример если молодые люди видят что через что-то хорошее можно развить общество можно достичь те идеалы которые пропагандируют демократия через реальные дела мне кажется что более эффективно помогать распространение демократии в стране вы упомянули Буша вы работали и при администрации Клинтона и при администрации Буша а с какой из администрации вам легче было работать как послу Азербайджана особой разницы не было потому что общие установки политики Америки в отношении Азербайджана и политики Азербайджана в отношении Америки были те же мы конечно стремились как бы укрепить наши отношения с Америкой мы стремились чтобы Америка эффективно участвовала в проектах энергетических проектах в основном ну и мы сейчас тоже очень заинтересованы в том чтобы американская технология способствовала развитию нашей экономики Харжмин мне такой вопрос немножко необычный вот я был в Вашингтоне Вашингтон прекрасный город чистый уютный нет ни пробок нет ни звуков сигналов у вас хороший кабинет хорошая резиденция и вдруг вы оставляете все это и проситесь обратно в Баку где шум гампыль пробки где идут очень много сейчас хороших но тем не менее приносящих неудобства граждан строительных работ где дороги асфальтируют по несколько раз то есть с точки зрения обывателя ваш поступок не поддается логике почему вы совершили этот поступок вы оставили Вашингтон и приехали в Баку вы хотели бы чтобы я навсегда остался в Вашингтоне естественно что миссия которая у меня была я считаю что она была настолько высокой настолько важной и я к этой миссии относился чрезвычайно серьезно и какая-то как бы удовлетворенность у меня была что я мог я сделал еще один фактор конечно поскольку дипломаты должны меняться нельзя надолго оставаться в одной стране потому что на тебя уже смотрят в Америке если ты в Америке долго сидишь в Америке смотрят как на реликвию какую-то уже какой-то даже я помню что из Камеруна был человек который около 20 лет был там и послы между собой шутили что наверное про тебя забыли в общей стране вот этот эффект тоже есть мне кажется что как бы сменяемость должна быть острота восприятия меняется например то что я делал я вспоминаю в первые 5 лет и уже в последующие 5 лет уже я сам оценивал что не так как бы возбужденно я так сказал я это все делал уже как бы практичность была больше а мне кажется что каждый посол должен максимально отдавать себя ну и потом вы знаете жизнь же продолжается и я сказал я не мог остаться на всю жизнь в Америке и следующее что я хотел бы делать это было связано с образованием это тоже был такой очень важный фактор и спасибо президенту что он это учел и фактически я уже приехал сюда с этой целью чтобы организовать образовать новое учебное заведение то есть вот этот проект дипломатическая академия он вынашивался вами задолго до возвращения вы знаете я еще будучи послом уже последний год я очень интенсивно изучал опыт университетов в Америке и с теми практиками которые создавали университет я имел очень тесные отношения и я посещал наиболее известные университеты чтобы перенять лучший опыт безусловно без такой предварительной подготовки мы бы не смогли начать работать возьмем вашего отца звали Мир Джалав что указывает на принадлежность к древнему религиозному роду это так? Наверное наверное знаете у меня был руководитель моей докторской кандидатской докторской дистанции академик Каган он сейчас тоже еще живой и в институте энергии имени Курчатов он работает он всегда он он очень был хорошим знакомым истории к сожалению я не могу похвастаться этим он мне говорил что из того что он знает и на этой основе он меня всегда как бы особенно почтенно обращался ко мне и ну и конечно насколько я знаю мы как бы восходим все как потомки к али насколько это а насколько вы сами религиозные я не религиозен а религия это наука то есть вы светский человек ну что светский я у меня в душе всегда есть вера но так чтобы мне кажется что каждый человек должен в первую очередь верить знаниям говоря о религии вот все больше людей в последнее время не то чтобы уходят в религию но совершают какие-то религиозные обряды допустим держат пост совершают намаз все это очень хорошо потому что ислам это светлая религия это религия добра и терпимости и если пастырями этих людей становятся образованные правильно понимающие ислам люди то ничего в этом плохого нет но в то же время очень многие люди не очень многие но есть такая прослойка людей которые поддаются проповедям религиозных фанатиков махабитов фундаменталистов как вы думаете насколько сильна в Азербайджане угроза религиозного экстремизма хороший вопрос ответа не знаю но опять же знания мне кажется знания определяют будущее если человек как бы ну приходит к религии исполняет все обряды ничего плохого в этом нет но есть элемент какой-то вот я сейчас наблюдаю элемент моды в этом тоже есть но это как как и во многих других сферах это мы же мы сейчас живем какой-то какой-то переходный период нашей истории это тоже как бы наверное естественно но то что вы сказали что человек со знаниями если как бы направляет молодежь в сторону религии способствует более глубокому восприятию пониманию или это хорошо но я так только что когда вы задавали вопрос вспомнил пьесу Сааби Рахмана который как бы в то время я не знаю вы видели эту песню нет он встречает человека который напоминает его кого-то и он не может вспомнить кто где он его видел и начинает перечислять и говорит санг говорит санг ленгеранда перенди чат и следующее как бы сегодня покида мол ла 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 это вот полюс полюс такие одного человека направлены очень вот сейчас с нынешних наших позиций смотришь насколько это было смелое смелое представление реальности мне кажется что утрясется это все но мы должны спешить дать образование молодежи молодежь голодная на образование если мы дадим как бы промах что-то другое заполнит вы родились в семье писателя творческой семье но стали физиком что способствовало тому что физик убил вас лирика об этом я в книге тоже немножко так написал было время когда я поступал в университет это время было когда только что запустили искусственный спутник это время было начало так называемой научно-технической революции и молодежь естественно была очарована возможностями которые как бы фундаментальные технические науки могли дать молодому тупливому я помню об этом я написал я помню мое обсуждение с отцом поскольку в то время многие сыновья писатели шли в литературу тоже писать начинали я ему тоже сказал что у нас есть большая библиотека опыт я через как бы дискуссии которые происходили у нас в доме практически все выдающиеся люди были у нас дома я всегда с очень большим интересом садился рядом и слушал все так вот я ему сказал что может я тоже пойду в литературу он шутливо мне сказал что литература говорит такая вещь что если есть талант то ты придешь к этому и привел пример Чехова врач стал выдающимся писателем и он как бы тоже поддержал меня в том что как бы я очень хорошо учился по физике математике по техническим навыкам у меня были очень хорошие успехи а по литературе по истории по этим предметам у меня были не очень ситуации не очень хорошие поэтому у меня было собственное как бы желание именно технический предмет ну насколько я знаю физик не совсем убил вас лирика потому что вы рисуете и рисуете шаржи вы продолжаете их рисовать физика не могла убить потому что вот моя как бы история семьи была настолько крепко связана с литературой и творчеством то есть это всегда с нами со мной генетически а что касается рисования тоже такое хобби которое я всегда при возможности использую особенно на скучных заседаниях когда очень очень видишь нечего делать нечего слушать ты начинаешь как бы рисовать тех кто впереди перед тобой а вы дарите потом свои рисунки или вы знаете они да они расходят и сразу же вот недавно нариман Гассан Задеев сказал мне что он собрал довольно хорошую кипу моих рисунков но Гассан Багирович Абдулаев когда был президентом академии наук он меня заставил нарисовать всех академиков к празднованию 30-летия академии это был 1975 год где сейчас все эти рисунки они где-то в институте он тогда нас приказал и они все были в рамку установлены и развешены в большом холле академии наук которая в нижнем здании называем на то что сейчас не стеглали там очень очень такой я до сих пор помню празднование и это было сделано из шарж и четверостища эпиграмма на этом и в отличие от как бы ожидания что многие обидятся многие обиделись потому что их не было но своего архива нет нет есть наверное где-то все лежит морисы найти собрать можно легче нам снова нарисовать снова баку очень меняется стремительно меняется меняется его внешний облик но в обществе существует такая точка зрения опять-таки которые и я придерживаюсь что содержание не поспевает за формой то есть уровень бытовой культуры не соответствует изменившемуся облику Баку что в современном Баку вам нравится что вас устраивает а что не устраивает ну есть и то и другое есть что устраивает что не устраивает но вот меняется облик конечно чувство ностальгии у людей моего возраста естественно остается если я прохожу по ту улицу по которой я проходил 40 лет назад и сейчас и что-то изменилось мне это не нравится в каком-то смысле но я понимаю умом что это должно меняться это хорошо что меняется ну и вы говорите сознание отстает это изменение как раз ускорит изменение сознания тоже мне кажется что вот то что у нас стало намного чище это связано с тем что уже люди хотят соответствовать той красоте которая у нас уже надвигается на нас но с другой стороны конечно есть очень сожалеющие факты для меня персонально я до сих пор не могу согласиться с тем что уже нет здания бывшего старого интуриста и мне кажется что это ошибка была сносить его и ну несколько других примеров я могу привести но в целом конечно против прогресса ничего не сделаешь и очень все идет мне кажется что с перениманием лучшего что наши люди уже видят за границей ну а там издержки это естественно поэтому не огорчайтесь и мне кажется уже следующее поколение будет жить в новом Баку и воду с ностальгией вспоминать наши времена ностальгия всегда есть всегда есть и Чаэши например очень сильно хорошо преобразуется да хорошо стало поэтому ну это не сразу же мы пришли к этому уже как-то через некоторое время уже мы имеем то что имеем и последний мой вопрос ваш покойный отец Мирджалав одно из его известных выражений было что мое самое величайшее произведение это моя семья вы можете то же самое сказать про свою семью да семья это конечно для нас конечно священная вещь потому что все что есть у нас хорошего это происходит от семьи это школа конечно само собой но мне кажется главное образование происходит в семье главный как бы первый и очень важный этап образования происходит в семье и в этом смысле я всегда был привилегированном состоянии спасибо вам большое за то что приняли приглашение и пришли на нашу передачу я думаю интересная беседа получилась еще раз вам огромное спасибо и от своего имени и от имени коллектива фэрс ньюс спасибо спасибо вам также желаю вам успехов и чтобы ваша передача не только как бы представляла обществу отдельной личности но и ту изменяющуюся картину которая происходит в западе спасибо вам большое спасибо спасибо